Интригующее название первого детективного романа Анны Поповой «Солочинский призрак» скрывает знакомый каждому жителю региона вида Солочи визитную карточку курорта-монастырь «Намеки на мистику». С этой таинственной истории начинается деятельность следователя Петра Железманова. Книга вышла в 2017 году, ее продолжили другие приключения следователя. В некоторых романах писательница использовала материалы реальных архивных дел, как, например, в новом «Тайна ошибки» или «Загадка семьи Железманова». Сюжетная линия еще обращает и моего героя, и читателя еще в одну очень драматическую эпоху. Это событие нашей одной из многочисленных русско-турецкой войны, когда наша Россия, наше государство участвовало в освобождении болгар от турецкого ига. В этой войне принимал участие отец моего героя, и так судьба ему повернула, что очередное дело, которое ему пришлось расследовать, это дело серийное об отравлении в поездах. Оно, кстати, взятое из реальных источников. Петр Железманов прочно вошел в жизнь своего автора. Частенько помогает ей. К примеру, позволяет увидеть город глазами своего героя, жителя столетней давности, и показать другим. Я постаралась показать жизнь провинциального города, такой, какой она была в начале 20 века, Рязани, что собой представлял город, даже где какие покупки делали, что покупали, что было тогда предметом роскоши. Это все в той или иной степени проходит через сюжетную конво романа. Первыми читателями неизменно остаются сестра и мама Анны Дмитриевны, и уже потом некоторые коллеги, после чего писательница отдает роман в печать и представляет публике. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».